В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! Я и мои коллеги познакомим вас с главными событиями этого дня. Ясли сад, новые жилые дома, все строительные объекты в Наринмаре укладываются в график работ. Подробности в этом выпуске. На 16 километров короче станет путь по зимней дороге из Наринмара-Вусинск уже в этом сезоне. Ментальная арифметика, скорочтение, каллиграфия и развитие памяти. Школа «Уникум» открылась в Наринмаре меньше года назад и стала лучшим социальным проектом предпринимателей. Об этом и многом другом расскажем в ближайшие 20 минут. В Москве обсудили практическую реализацию федерального эксперимента по внедрению в пилотных регионах национальной системы управления данными. На одной площадке собрались представители федеральных и региональных министерств и ведомств, руководители научных исследовательских центров и общества. От нашего региона в экспертном совещании принял участие руководитель Департамента цифрового развития, связей и массовых коммуникаций Ненецкого округа Павел Окладников. Напомним, по предложению Министерства цифрового развития, связей и массовых коммуникаций, Ненецкий округ вошел в число восьми пилотных регионов, участвующих в федеральном эксперименте. Павел Окладников выступил в роли эксперта и рассказал о том, какие данные нужны северному региону для реализации федерального эксперимента. Также в ходе совещания речь шла о государственных данных для социально-экономического развития Арктики, стандартах и технологиях оборота данных, национальной системы управления данными. Как отметил Павел Окладников, в ходе дискуссии удалось определить, какие именно данные необходимы для качественного улучшения социально-экономического состояния региона. Как пояснили в окружном профильном ведомстве, в ходе эксперимента будет создана единая информационная среда, что позволит повысить эффективность принимаемых государственных решений, за счет интеграции актуальных данных из множества государственных систем, реестров и баз данных. Проведение эксперимента по внедрению национальной системы управления данными в пилотных регионах запланировано до марта 2020 года. В Ненецком округе определен победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» победу одержала Александра Калинина. Руководитель школы «Уникум» примет участие в федеральном этапе конкурса, который пройдет в декабре текущего года. Подробнее расскажет Александра Литкова. Ментальная арифметика, скорочтение, каллиграфия и развитие памяти. Школа «Уникум» открылась в Наринмаре меньше года назад. Ее основатель Александра Ивановна Калинина. Педагог с большим стажем, выйдя на пенсию, решила не отдыхать, а помогать детям в учебе. «На ментальной арифметике очень сильно развивается правое полушарие мозга, которое у большинства людей не задействовано. Люди начинают креативно мыслить, улучшается память. И очень хорошая методика, она новая, она в России появилась в 2009 году. Наринмаре такой методики не было, и я вот решила ее освоить». На сегодняшний день ее занятия посещают 50 школьников от 7 до 14 лет. Все они, особенно в каникулы, с удовольствием идут на уроки, которые длятся 60 минут. «Мне нравится то, что тут очень интересно, тут интересные задания, таблица шульта, решение примеров». В планах Александры Ивановны проводить подобные занятия и с пожилыми людьми. «Эти все методики очень хорошо помогают возникновению новых нейронных связей. Мозг у нас работает только, наверное, на 5%, у великих людей на 10% он задействован. А остальные способности мозга еще не открыты. И эти методики позволяют и людям пожилого возраста приостановить старческие процессы, которые происходят с мозгом, и болезни Альцгеймера приостанавливают и так далее». В конкурсе лучших проектов в области социального предпринимательства, который проходит в России в пятый раз, могут принимать участие субъекты малого и среднего предпринимательства и некоммерческие организации. В Ниньском округе на региональном этапе было подано три заявки. «Конкурс проходил несколько этапов. Первым этапом это было формирование экспертной группы, после чего у нас осуществлялся прием заявок на официальном сайте конкурса. На конкурс было заявлено три заявки. Все три заявки были в одной номинации. Номинация «Лучший социальный проект в сфере дополнительного образования и воспитания детей». После проведения проверки оргкомитетом было допущено до оценочной экспертизы две заявки, так как одна заявка не полностью соответствовала требованиям». После прохождения оценочной экспертизы онлайн-голосования экспертной комиссии наибольшее количество баллов было присуждено Школе раннего развития «Уникум», которая и представит Ниньский округ на федеральном этапе. Федеральный этап конкурса «Лучший социальный проект года» пройдет в декабре. Церемония награждения победителя состоится в феврале следующего года. Уже в ноябре станут известны подрядчики работ по обустройству и содержанию зимних дорог Наринмар-Усинск и Наринмар-Тельвиска. Казенное учреждение Ниньского округа «Централизованный стройзаказчик» объявило торги на выполнение работ. Планируется, что контракты по результатам электронных аукционов будут заключены на два года. Протяженность автозимника Наринмар-Усинск в этом году сократится на 16 километров. В настоящее время начались конкурсные процедуры по определению подрядчика. Как сообщили в «Централизованном стройзаказчике», итоги электронного аукциона на выполнение работ по устройству и содержанию зимника Наринмар-Усинск планируется подвести 27 ноября. Начальная максимальная цена контракта составляет порядка 225 миллионов рублей. Средства предусмотрены в окружном бюджете. Согласно техническому заданию, общая протяженность трассы автозимника в течение двух предстоящих сезонов будет составлять около 55 километров и сократиться более чем на 16 километров. Как пояснили в казенном учреждении, это произойдет за счет ввода в эксплуатацию третьего участка строящейся дороги Наринмар-Усинск. Основные условия для подрядчика не изменились. Устройство зимника должно быть выполнено в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. Еще один контракт на строительство и содержание зимней дороги Наринмар-Тельвиска также будет заключен на два года. Торги на проведение работы объявлены, их итоги планируют подвести 6 ноября. В технической части закупки указано, что протяженность зимника в этом сезоне не изменится и составит 5 километров 700 метров. Как и в прошлом году, его проложат по землям, отведенным под строительство автодороги Наринмар-Тельвиска. Это будет временная зимняя дорога с перспективой грузонапряженностью до 50 тысяч тонн в год и расчетной интенсивностью движения до 150 автомобилей в сутки. Обустройство зимника подрядчик должен будет начать с появлением устойчивых отрицательных температур зимнего сезона, а завершить обслуживание 30 апреля следующего года. В Ненинском округе продолжаются строительные работы на объектах социального назначения. О ходе строительства, а также сроках сдачи возводимых объектов расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Яслисад по улице Меншикова начали строить в январе 2019 года. На данный момент все плановые работы выполнены. В скором времени ожидается последняя поставка материалов. Согласно конкурсной документации, новый Яслисад после сдачи в эксплуатацию примет группы детей различных возрастов от года до двух, от двух до трех лет, а также до школьников. В здании будут свои пищевой и медицинские блоки, прачечная, кабинеты логопеда и психолога, бухгалтера, методиста, заведующего завхоза, пост охраны, музыкальный и физкультурный зал. В этом году у них запланировано возведение коробки, перекрытие, здание одноэтажное. Но попросили их, конечно, чтобы в этом году они еще застеклились, утеплили фасад, сделали теплый контур. Тут немножко проблемы, конечно, с сетями возникают. Мы хотели, конечно, к зиме, чтобы они и тепло подтянули, но не получится. Задача этого объекта запланирована в ноябре 2020 года. Здесь подрядчик идет в графике, оснований у них нет. Материалы сейчас, буквально завтра должно подойти судно, утеплители, оконные блоки на этот объект. Что касается жилого многоквартирного дома на пересечении улиц Полярного Учийского, на сегодняшний момент работы приостановлены до того момента, пока не устоится фундамент. Дом рассчитан на 38 квартир. По графику объект должен сдаваться в конце марта следующего 2020 года. Сейчас возведен цокольный этаж, это фундамент, стены цокольного этажа и перекрытие. Пока работы на объекте прекращены, потому что подрядчик сейчас будет завозить, опять же, арматуру, цемент. Работы будут возобновлены уже в следующем году. Здесь они тоже, оставаний у них нет, это по графику. Многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Полярная Пырерка уже почти готов к отделочным работам. В этом доме в центре города власти региона приобретут из 41 квартиры 38 для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Здесь семиэтажное здание, односекционная коробка уже стоит. Отопление они подтянули, разводку делали. Сейчас на последнем судне пришли оконные блоки, утеплитель, фасадная система. Будут закрываться. Как это значит? Знача тоже в марте 2020 года. Добавлю, последняя поставка материалов ожидается сегодня, 30 октября. В столице региона прошел семинар по неотложной помощи в рамках проекта «Инновационные технологии для повышения качества жизни на Крайнем Севере». Для участия в нем в окружную столицу прибыли представители университетской больницы с Северной Норвегии. В первый день семинара коллеги из Ненинского округа и Норвегии обменялись опытом по организации службы санитарной авиации и скорой медицинской помощи по лечению инфаркта миокарда на севере Норвегии. Также медики двух стран обсудили актуальность применения метода тромболизистной терапии на догоспитальном этапе. Этот метод является одним из главных инструментов неотложной помощи, которая активно использует в своей деятельности медики Северной Норвегии. Как сообщил заместитель главврача службы медицины катастроф Ненинской окружной больницы Андрей Паневин, в этом году этот метод впервые и успешно был применен в нашем регионе. Второй день семинара посвятили вопросам оказания неотложной помощи при травмах, гипотерапии, сепсисе и инфарктах миокарда. Семинар по неотложной помощи в Норинмаре – одно из завершающих мероприятий проекта «Инновационные технологии для повышения качества жизни на Крайнем Севере». Проект реализуется с 2017 года и создан для обмена знаниями и технологиями. Так медики Ненинского округа неоднократно выезжали на стажировки в Норвегию, участвовали в тематических обучающих семинарах, курсах, консультациях и конференциях. Что касается технологий, в этом году в августе в рамках российско-норвежского проекта «Инновационные технологии для улучшения качества жизни на Крайнем Севере» в Ненинский округ доставлено медицинское оборудование, включающее возможность проведения тромбользиса. Оно предназначено для оснащения кабинета неотложной помощи в отделении Великовисочной участковой больницы. В Ненинском округе выдали полуторатысячный сертификат на материнский капитал. Счастливыми обладателями его стала многодетная семья Воронцовых. В торжественной обстановке сертификат вручил руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Сергей Сверидов. Счастливыми обладателями полуторатысячного сертификата стала семья Воронцовых. Известие стало полной, но приятной неожиданностью. Как распорядиться сертификатом Виктор и Елена Воронцовы пока не решили. Но в планах строительство собственного дома. Строительство дома. Мы хотим на строительство дома. Чтобы у нас был свой дом, чтобы большая семья, чтобы все были рядом с нами. Закон о дополнительных мерах государственной социальной поддержки семьи, имеющих детей, был принят в июле 2011 года. Сейчас сумма материнского капитала составляет 366 тысяч рублей. За период его действия ежегодно эта сумма индексируется практически каждый год. На сегодняшний день она составляет 366 тысяч рублей. Соответственно, уже в проекте бюджета на 2020 год предусмотрена сумма на индексацию. И в следующем году сумма материнского капитала будет 373 тысячи. Основные направления, на которые многодетные семьи тратят средства регионального материнского капитала – улучшение жилищных условий. На эти цели выдано более 124 миллионов рублей. 195 миллионов – на приобретение транспортных средств. Самой невостребованной остается покрытие расходов на развитие личного подсобного хозяйства. За все время на эти цели потрачено 60 тысяч рублей. Большим спросом также пользуется единовременная выплата в 30 тысяч рублей. На эти цели потрачено порядка 14 миллионов рублей. «Хотелось бы отметить, что сегодня сертификат, когда вручали многодетной уже семье, мы их пригласили за сертификатом на четвертого ребенка. Я так раз хотелось бы отметить, что произошли изменения в законодательстве. По инициативе губернатора Александра Цибульского был внесен на рассмотрение собрания депутатов проекта закона, который фразу, когда этот материнский сертификат выдается один раз, она была исключена из закона. И сейчас при рождении третьего можно получить сертификат, при рождении четвертого, при рождении пятого». При этом средства материнских капиталов суммируются между собой. Действие нового закона распространяется на семьи, в которых родились четвертые и последующие дети с 1 ноября 2019 года. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Прикоснуться к прекрасному и открыть в себе новые таланты совсем скоро сможет каждый житель округа. Самое масштабное культурное событие года «Ночь искусств» стартует 3 ноября. Мероприятие пройдет во Дворце культуры Арктика с 20 до 23 часов. «Все найдут себе по душе то, что им нравится. Люди творческие, которые готовы раскрыть в себе какие-то новые способности, кругоделию, могут найти себя на площадке «Творчество объединяет». Это фойе первого и третьего этажей. Театралы, любители Шекспира, почитать стихи на родном языке автора, а также на русском языке в прекрасных переводах, могут принять участие в нашем поэтическом конкурсе. Сегодня последний день приема заявок. Это будет проходить на малом зале, на сцене малого зала нашего учреждения. Концертный зал распахнет свои двери, и там у нас на протяжении всего мероприятия будут показываться старые фильмы, театральные, старые телевизионные постановки. С более подробной программой мероприятия можно познакомиться в группе Дворца культуры Арктика в социальной сети ВКонтакте или позвонив по телефону 2-16-88. В Наринмаре прошла акция «Белая трость». В ее рамках люди с ограничениями по зрению, а также депутаты окружного собрания, горсовета и общественники вышли на городские дороги, чтобы привлечь внимание автомобилистов к людям с белой тростью. Раз, два, три, идемте! 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 Валерий Русановский участие в акции, которая проходит более 30 лет, принимает уже третий год подряд. Отмечаю, что внимание к проблемам людей с ограничением по зрению в рамках проводилого мероприятия на дорогах города необходимо привлекать чаще, чем раз в год. Я вообще такое мнение, чтобы эта акция проходила не раз в год, а можно два раза в год, три раза в год, потому что молодые люди, вот только-только на права сдали которые, они даже и не знают некоторые. Вот у меня 25-го числа, вот я вечером шел с РСУ, переходил через дорогу. Помимо перехода. И меня чуть-чуть не сбила машина. Хотя я шел с этой палочкой, все, как положено, я махнул палочкой. Пришел, так он мне чуть палочку не сбил, трость не сбил, меня из рук не вырвал. Всего в местной организации Всероссийского общества слепых состоит 110 человек. Как отметил депутат окружного собрания Александр Чурсанов, который сегодня принимал участие в акции, забота о незрячих людях – задача не только власти, но и общества. И мы знаем, что современные технологии не стоят на месте, да, это и электронные средства, помощи для данной категории граждан изобретаются. Но прежде всего, прежде всего, мы должны сами обращать более пристальное внимание, да, еще раз повторюсь, что учить детей толерантности таким людям, ну и помогать им, просто помогать. Также в рамках акции юные инспекторы дорожного движения раздали водителям памятки с информацией об акции «Белая трость». Это были главные события к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.